Азбука Вкуса Доброго дня, наши дорогие телезрители! Доброго воскресенья всем вам! В студии мы, один из лучших поваров страны Виктор Митин и я, постоянно ведущий программы Азбука Вкуса, Дмитрий Спиваков. Не слишком помпезненько звучал, а? Ну так, нормально в общем. Я про себя. Конечно, не скромно, но что сделать? Ну ничего. Итак, Виктор, давайте поговорим о том, что мы сегодня будем готовить. А сегодня мы будем готовить луковый суп и шоколадный фондан. В общем-то, и то, и то французская кухня. Шоколадный фондан, это вообще считается хаут кузине, то есть высокая кухня. А луковый суп, в общем-то, простая приземленная еда, но как у нас в Мамалыге, допустим, или Зама. Но в то же время достаточно популярная. А вот в плане того же шоколадного фонтана, каким образом он начинает выливаться? Каким образом нагнетается это внутреннее давление? Ну, это не шоколадный фонтан, это шоколадный фондан. Ага. Начать с этого, то есть, первый момент. Внутри фондана должен быть просто жидкий шоколад. На самом деле ничего сложного. Определенный температурный режим, правильно сделанный, и все получается. То есть, когда это называют фонтаном, это все-таки ошибка? Нет, есть шоколадный фонтан, но это совсем другое, в общем-то, я думаю. Фондан, он же брауни, он же муалет, то есть, ну, есть ряд псевдонимов, на самом деле, у этого шоколадного десерта. Но французы говорят фондан. Почему мы сегодня вообще взяли за французскую кухню? Ну, как-то так, по наитию. Хотелось... На вело. Да, на вело хотелось, в общем-то, прикоснуться к французским истокам. Все-таки я достаточно много времени провел во Франции, там стажировался. И поэтому и то, и то, на самом деле, очень просто. Но в то же время, опять-таки, может, кто-то скажет, что мы сейчас приготовим не канонический луковый суп. Ну, на самом деле, канонического лукового супа нет, разве что не взять, если только Поля Бакюза или Алан Дюкасса. Но и то, я думаю, найдется масса людей, которые оспорят их приоритеты, скажут, что моя мама, бабушка там или еще кто-то. Готовила по-другому и готовила лучше при этом. Да, гораздо лучше. На самом деле, есть набор базовых ингредиентов. Ну, лук – это само собой понятно, в первую очередь. Говяжий бульон. Говяжий бульон делается на костях, то есть не мясной говяжий бульон, а именно на костях. Ну, так, чтобы понаваристее было, да? Да, варится достаточно долго, получается крепкий, насыщенный бульон. Кроме того, обязательно твердый сыр. Как правило, французы добавляют грюйер, и мы тоже взяли сегодня грюйер. Он бывает у нас. Ну, и тосты из хлеба, которые мы посыпаем этим сыром и запекаем. Хлебушек-плетеночка у нас есть, вот такой вот он. Надеюсь, свеженький попался нам сегодня. А также, Виктор, на самом деле, я думаю, какая французская кухня без какого-нибудь французского вина? О, это само собой. Ну, на самом деле, будем пользоваться местным продуктом. Опять-таки, кто-то добавляет иногда белое вино, кто-то красное. Версии масса, поэтому я говорю, канонический рецепт, наверное, потерян в веках. И тот, кто первый сделал этот суп, навряд ли автор известен. То есть, авторство утеряно, не запатентовано. И поэтому, если кто-то скажет, что не красное вино, а белое или еще какое-то, может, кто-то хотел бы добавить туда арманьяк, не знаю уж это от Лукавого, наверное. Или кальвадос, как в Нормандии, может быть. Ну, в общем, это тот самый случай, когда музыка народная, стихи, слова народные. Народные. У нас, кстати, в плане вина сегодня бутылочка Мерло, сухого красного вина, который мы, собственно, используем вместо того же кальвадоса, как вы говорили, и так далее. А с чего начнем готовку? С чего начнем? Ну, для начала мы растопим масло. Прямо вот все масло? Нет, не все масло. Мы добавляем оливковое масло. Опять-таки, версии разные. Кто-то, говорит, только на сливочном, кто-то на оливковом. А для чего вот это смешение масла? А более вкусно будет, более насыщенный, опять-таки, концентрированный у нас получается раствор. И мы обжариваем на этой смеси лук. Лук необходимо как-то нарезать? Да. Мы сейчас вот как раз-таки и займемся. То есть нарезаем его полукольцами. А, быстренько, чтобы удобненько было. Да. Полукольца тоненькие, толстые? Не, можно толще, все-таки это суп. И нам важно, чтобы это удобно было. Вот, я думаю, те, кто, может быть, сегодня вечерком собираются в гости, запах лука остается в этом супе? Так вот, как обычно, знаете, чтобы не прийти куда-нибудь в гости, дыхнуть огнедыщего дракона. Ну, тут мы добавляем мускатный орех, молотый мускатный орех. И он как раз-таки убирает все запахи. И явного запаха лука абсолютно не будет. Так что можно даже на свидание идти. Но, опять же, это тот самый случай, да, когда лучше перемолоть орехи непосредственно перед приготовлением. Да. Да, сегодня у нас как цельные орехи, так и молотые. Вот, ну, да, будем использовать, конечно, сегодня молотый. Ну, а вы, в случае вашего какого-то приготовления, лучше, конечно, перемолоть. Виктор, добавляю лучок. Оп. Как всегда, мимо. Ну, это что такое, а? Так, хорошо, Виктор, после того, как мы обжариваем лук, что мы делаем? Ну, во-первых, мы его достаточно долго жарим. Но в первый момент, в первую очередь, все-таки бульон. Важен концентрирован говяжий бульон. Ну, поскольку у нас студийные условия, все-таки мы Костя заранее проварили. То есть у нас сейчас просто остался здесь бульон. Который мы будем использовать. Да, он получился насыщенный очень. Кстати, дорогие друзья, мне бы хотелось обмолвиться о том, кто у нас будет гостем в следующей части. Может быть, вы видели анонсы, знаете, но на всякий случай хочется отметить. У нас сегодня в гостях будет Игорь Дынга, продюсер группы «Сдобщи из дуб», лидер группы «Куйбул». Известный молдавский рок-н-ролльщик. Известный не только в Молдове, но и далеко за ее пределами. Вот с ним о рок-н-ролле поговорим. Может быть, и о кухне тоже в том числе. Правильно? Ну, тем более, я знаю определенные кулинарные пристрастия Игоря. Он очень любит рыбу. Но на самом деле, сегодня у нас не рыбный день, воскресенье. Не четверг? Да. В плане той же французской кухни, луковый суп встречается во всех регионах Франции? Или это, я не знаю, там, ну, например, там, исключительно Прованс рецепт? Нет, на самом деле рецепт чрева Парижа. То есть, ну, естественно, его готовят по всей Франции. Ну, опять-таки, я думаю, есть какие-то региональные различия. Опять-таки, где-то больше, где-то меньше. Абсолютно по-разному. Потому что, ну, французская кухня, опять-таки, есть Эльзас, есть Лотарингия, есть Нормандия. Но, тем не менее, по-любому она присутствует. Так, Виктор, пока мы занимаемся луком, может быть, поговорим о вине немного? Давайте, любимая тема на самом деле. Почему? Потребляйте? Не так много, кстати, как раз-таки. Больше, наверное, говорю о вине, чем употребляю его. Но, на самом деле, тема очень интересная. Мощная и, в общем-то, безграничная на самом деле. Сейчас был в Румынии, был приятно удивлен. То есть, ну, всегда, как, наверное, скажем, не то, что негативное впечатление, мало информации было. И румынские вины для меня в основном как на рук были. Очень много великолепных вин. Ну, все-таки, скажем так, с приходом Румынии в СССР пришли итальянские, французские специалисты. Ну, и пришлось как-то конкуренцию выдерживать. И подняли качество очень серьезно местного продукта. Я не думаю, что будет воспринято как реклама. Там знают Пуркары, Криково и Шато Вартели. То есть, в принципе, все. Да, три основных молдавских бренда, которые присутствуют там на рынке. И их знают действительно, уважают, любят. Кстати, вот местные вина, они больше какие? Простые под каким-то, я не знаю, вкусовым качеством? Или они сложносоставные, вот как негру Дипуркарь, например? Нет, есть купажные вина, сложные. Есть моносортовые, типа Мерло или Пену Нуар. Но на самом деле Румыния сделала очень большой шаг вперед в этом отношении. Ну, кроме того, там есть уже Апеллесон Орежинал Контрол, чего, к сожалению, пока у нас еще нет. То есть, производство по месту происхождения. То есть, это когда завод, допустим, стоит по переработке прямо там, где находятся виноградники? Не сам завод, виноградники. То есть, любое предприятие употребляет свой виноград, и производство винограда контролируется по месту его происхождения. То есть, не делается вино из каких-то виноградов, который куплен в других регионах. То есть, только на этом месте выращивается свой продукт и все. На самом деле, я смотрю, Виктор, очень трогательно вы рассказываете. Печально, но в случительной истории. Вот, потому что я аж немного даже прослезился. Хотя, вот на самом деле, вы говорили, да, что для того, чтобы лук не так резал глаза, что необходимо делать, ну, кроме воды? Ну, на самом деле, действительно так. Можно либо насвистывать, когда вы режете лук, либо петь. Почему? Ну, возникают звуковые вибрации, которые как раз-таки разряжают луковые фитонциды, и они не так воздействуют на носовые рецепторы и на глаза. Но, к сожалению, мы сейчас ни петь, ни свистеть не будем. Вот, поэтому будем просто терпеть. Кстати, а вы каким способом из этих лук пользуетесь? Поете, насвистываете? Просто не плачу. Это как, уже с годами? Да, да. Хорошо, сколько у нас еще примерно должен обжариваться лук, и до какой консистенции он должен дойти? Он на самом деле должен очень сильно ужариться. То есть, это действительно концентрированный, насыщенный раствор получается. Чем больше лука, тем вкуснее, соответственно, суп. Я вообще вот смотрел в меню каких-то ресторанах, его предлагают иногда с мясом или еще чем-то, но это уже действительно от лукавого. На самом деле, луковый суп – это вот лук и гренка с сыром. Все. Это базовые продукты. Кто хочет, там уже кусок пастромы или салы, или еще что-то, но это домашние версии какие-то все-таки абсолютно. То есть, я так подозреваю, изначально луковый суп – это вообще была еда бедняков? Да, да. Судя по всему, как пицца, и так далее. Ну, дело в том, что самое популярное блюдо было в чреве Парижа. Чрево Парижа – это парижский рынок, который был потом снесен, на его месте был построен торговый центр, как водится, вот как-то так. И там луковый суп можно было съесть уже в 5-6 часов утра в местных корчевнях. То есть, достаточно энергетически мощный продукт, который заряжал, ну, в общем-то, на длительное время тех людей, которые там работали. Давайте вернемся к разговору о вине. Я знаю, что была когда-то очень такая интересная ситуация, которая произошла у вас с… Я не помню, кто была эта женщина по должности, но кто-то из Ассоциаций виноделов Европы, если не ошибаюсь. Вице-президент Европейской ассоциации «Сомелье». Ну, она давала мастер-класс. Честно говоря, тут есть один момент. В общем, может быть, я себя повел не очень корректно в этой ситуации, все-таки гость, но тем не менее, мне хотелось бы, чтобы к нам отнеслись вполне серьезно. И, ну, если человек пришел, приехал сюда давать мастер-класс, то он должен был выложиться на 100%. Я считаю, что она не была подготовлена. То есть, по моему мнению, это неправильно. Так расскажите, в чем сама ситуация? В чем сама ситуация? Ну, дело в том, что красным вином она не дала подышать, белые вина были теплые, шампанское было теплое. Когда я, ну, сказал я об этом, шампанское было где-то градусов 14-16. Она сказала, нет, неправда, все нормально, все хорошо. А как вы определили, что градусов 14-16? Ну, тактильно, тактильно, то есть, уже рецепты работают. Плюс к этому хлопок, я так понимаю, да? Да, и кроме того, был мощный хлопок и пошла пена. То есть, для профессионального сомелье, тем более ее уровня, ну, это нонсенс, это недопустимо. Это недопустимо. То есть, это, ну, если чемпион мира выходит на дистанцию и проигрывает там какому-нибудь третий разряднику. Кстати, вот если мы говорим о красных винах, да, надо же дать как-то подышать, соответственно, открыть его. Да. Я так понимаю. А кроме этого, Виктор, вообще скажите, как вообще относиться вот к такого рода закручивающимся провокам? Скрючер, ну, на самом деле, скрючер сейчас очень популярен в Европе. То есть, в этой ситуации, опять-таки, качественная от того, что такая завинчивающаяся пробка, скрюкер, скрючер, оно нисколько не страдает. Потому что многие, наоборот, считают, что пробка в вине должна быть исключительно пробковая. В этой ситуации, вы знаете, ну, я тоже достаточно консервативен. Ну, все-таки, какие традиции есть. Но, на самом деле, это никак абсолютно не влияет на качество продукта. Просто есть, скажем, наверное, маркетинговые ходы. И, естественно, дорогое вино, дорогое вино. Все-таки оно будет с классической пробкой. Да, оно будет с классической пробкой. Ну что ж, а этому вину мы пока даем подышать. Так, кстати, вот обычно за сколько времени надо дать вину подышать, чтобы оно, как-то, я не знаю, улучшило свой вкус. По-хорошему, опять-таки, в зависимости от вина, от получаса до часа. Кроме того, я рекомендую подавать красные вина охлажденными, что, наверное, в общем-то, у нас пока на внутреннем рынке воспринимается неоднозначно. Но, тем не менее, я когда общался именно с Сомелье, для них это абсолютно нормально. Почему? Потому что нужно смотреть, какой продукт мы даем. И иногда, действительно, для хорошего вина, как раз-таки красного вина, температура подачи может быть плюс 12 градусов. А, то есть, но мы не говорим, там, допустим, о 4-5 градусах, как для белого вина. Нет, это для шампанских вина. 4-6 градусов – это для шампанских вин. Для розовых вин – 8 градусов. Для белых вин – от 8 до 12 градусов. Но красное вино, даже некоторые вина, они интересны при температуре плюс 10. То есть, играют какими-то абсолютно новыми вкусовыми красками. И они более интересны. То есть, эта температура придает им какой-то необыкновенный шарм. Ну, и потом, теплое красное вино. Вообще, любое вино теплое, но, по-моему, это пошлое, это нонсенс. И когда говорят «комнатная температура», комнатная температура, на самом деле, в Средневековье, то есть, когда отталкиваются, было градусов 14-16. Сегодняшний день – это 24 градуса. 24-23, да, 24. То есть, какая комнатная температура на самом деле. Поэтому нужно по месту определять, что мы предлагаем, какое вино, и таким образом регулировать его, в общем-то, температуру подачи. Виктор, продолжаю плакать, друзья. В общем, пока я утираю слезы от лука, пока ужаривается лук, пока дышит наше вино, вы смотрите короткую рекламу, после чего мы вернемся и начнем, во-первых, уже непосредственно приступать к готовке лукового супа, но, во-вторых, конечно, к общению с нашим гостем. Дорогие друзья, в эфире вторая часть программы «Азбука вкуса». Мы с Виктором Митиным по-прежнему готовим, и к нам, наконец-то, присоединился гость – Игорь Дынга. Если я скажу продюсер группы из общих групп, правильно это или неправильно? Можно и так. Кроме этого, бессменный лидер группы «Куйбулл». Вот тоже, наверное, правильно, да? Совершенно верно. Можно и так. Игорь, давайте начнем с вопроса простого кулинарного. Чем любите питаться, что любите готовить? Я сразу скажу такую вещь, может быть, не совсем удобную для вас. Я нахожусь сейчас в такой стадии по отношению к еде. Я вынужден считать калории. Поэтому, если что-то делаю, импровизирую дома, то, безусловно, готовлю что-то менее калорийное. Это связано с физической формой? Ну, и в том числе. И вообще, не только дома, но и везде, в общем-то. Я питаюсь, слежу за этим. Дома готовлю салаты в основном. Ну, для рыбки. Что-то такое? Это вот сейчас Виктор рассказал о вкусовых пристрастиях тайну. Ну, может быть. Так что, особенно хвастаться какими-то изысками не могу. Но я так понимаю, когда, допустим, где-то в турне, в гастролях, я так понимаю, что достаточно сложно питаться так, как нравится, как любится. Или все-таки это уже давно не проблема? Существует прайдер? Опять же, такие зависимости, где ты находишься, в какой стране, в каком городе. Но, в принципе, это не проблема. По большому счету, сейчас, в общем-то, и на постсоветском пространстве везде есть возможность питаться нормально, в принципе. Общипит, в конце концов. Ну, а если нет, то, боже мой, подождем. А, то есть в этом абсолютно не притязательно. Окей, Виктор, давайте о том, что мы сейчас должны будем сделать. Может быть, какие-то полномочия гостю делегировать? Полномочия делегирую вам вдвое. Сейчас мы берем, разламываем две плитки шоколада сюда и сливочное масло. И прямо в масло? Да. Игорь, помогайте нам, пожалуйста, вот одна плиточка вам, мы параллельно продолжим общаться. Если, кстати, мы говорили о... А что делаю, разламываем? Да, просто разламываем. Если мы говорили о любимом блюде в виде рыбки той же, в каком виде? Запеченное, жареное на мангале? Самое простое, сразу скажу, это на гриле, в общем-то, и все. В фольге или без? В зависимости от того, что за рыба. Какая-то, можно какую-то и без, какой-то фольге. То есть это не проблема. Так, окей. Виктор, ломаем мелкими кусочками или вот прям такими? Да, ну, прямо так и загасываем. Как есть такие, так и отправляем. Я понял. Игорь, с чего бы вы хотели начать общаться? С группой Куйбул или с группой Запчебул? Да все равно. Мне как-то вот... Что там дома, что там дома. Да, то есть расскажу то, что есть на сегодняшний день и так далее. Расскажите, как дела в группе Куйбул? Я знаю, что какое-то время назад у вас в коллективе появилась прекрасная девочка. Да, ее зовут Лидия Скарлат. Вот, она в группе уже больше года. Это сестра Кристины Скарлат или нет? Или просто однофамильца? Это племянница. Вот. И мы уже записали с ней альбом, сняли несколько видеоклипов. Вот сейчас готовимся, ждем монтажа. А вот я разломалку. Вот. У нас большие планы. Готовимся к изданию альбома, концертам. Ну и так далее. Активная концертная и творческая жизнь. Я знаю, что обычно мужские коллективы не очень хорошо смотрят на появление девушки в их рядах. Так ли это больше у вас или нет? Ну как, женщина на корабле? Ну, будем так говорить, мы находимся еще в таком творческом пути. Поэтому у нас все получается, нам нравится, как все происходит. И поэтому мы еще не почувствовали каких-то сложностей или какой-то большой активности, которая могла бы привести к каким-то сложностям. Нам всем сейчас интересно, и Лидии, и ребятам в группе, потому что, ну, молодой человек, свежая кровь. Более того, Лидия с большим энтузиазмом относится к этому. Она очень трудоспособная. И все у нас хорошо. Кстати, я вот почему-то сейчас вспомнил Кэти Тапурия, когда она только появилась в группе А-Студио. Вот у меня почему-то такая параллель пошла. Изменился сразу формат песен, которые начала выпускать группа А-Студио. Они стали более такими современными. Ну, безусловно, конечно, это влияет. И мы тоже поменялись. Мы сейчас играем вообще в акустическом составе. То есть у нас акустическая музыка. Анфлагость такой, да? Более такая мягкая, лирическая и так и подобная, безусловно. А куй был другой. Не тот, что был со мной. Только. Вы на вокале до сих пор? Я тоже пою. У меня есть, у Лидии есть свой плейлист, у меня есть свой плейлист. И в зависимости от того, где, в какой стране мы, где, какая задача стоит, мы, в общем-то, регулируем наш плейлист. То есть комбинируем. Да, да, да. Кстати, я вот в одном из интервью читал, что вы сказали, что Лидия поет... Что, 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 простите? Ага, что вы сказали, что Лидия поет так же, как вы, так же подает, поэтому вы ее и взяли. В чем это проявляется? Так же, я так и сказал. Да, это практически цитата. Ой-ой-ой. Ну, я думаю, что не так же, конечно. Даже очень не так же. Самое главное, это то, что Лидия набрала смелости и смогла адаптировать мои песни под себя. Вот, в общем-то, весь феномен. И она сделала достаточно большую работу. Это 14-13 песен, которые, в общем-то, мы адаптировали из предыдущего репертуара Куйбул. Только одну новую песню мы на сегодняшний день с ней сделали. То, что адаптировали, это и другие аранжировки имеется в виду? То есть там и другие аранжировки, безусловно. Кое-где пришлось у меня тональности. Вот. Но, в целом, в общем-то, песни достаточно узнаваемые и так далее. Я, кстати, вот с вашим творчеством ознакомился, когда услышал... О, наша духовочка сообщила о том, что прогревалась до 70 градусов. Услышал группу, если песню, если не ошибаюсь, она называется «Помидор». Эта песня вошла в состав новых? Нет. Нет, есть песни, которые, ну, чисто мои, стопроцентные, и Лидия это чувствует, и она сама выбирала из репертуара то, что ей больше всего подходит, то, что ей нравится, и мы это и делали. Ага. Группа «Сдоп-счет-дуб». Какие планы сейчас у группы? Потому что я знаю, что какое-то время назад записали альбом в Германии, да? Да. Собственно, с которыми выступали на Евровидении, одна из песен из которого. Что происходит сейчас, что будет происходить далее? У группы сейчас такой интересный момент. Группа готовится к своему 20-летию. Мы готовим серию концертов, которые будут происходить в странах, где у группы наибольшая активность. Это в России, в Украине и в Румынии. У нас уже заявлены концерты, и программа называется «Какой молодец 20 лет». То есть название первого альбома, насколько я помню. И сейчас ребята вытащили снова свои гитары с хамбакерами, которые дают так называемый жесткий звук. И, в общем-то, группа готова показать шоу с того материала, который исполнялся 15-20 лет назад. В общем-то, с чего происходило становление группы. Я вот почему-то сейчас, вы сказали, 20 лет группе «Сдоп, Сдоп, Сдоп». Я, честно говоря, аж за сердце схватился. Я старый. Сколько лет в группе «Куйбул»? «Куйбул» старше на 3 года. На 3 года? «Куйбул» началась активно в 91-м, «Усдоп, Сдоп» в 94-м. Но дело в том, что… Но я помню, извините, я помню, что альбом «Хардкор Молдовенецкий», если не ошибаюсь, 96-го. Совершенно верно. И то он вышел в 97-м, мы записывали в 96-м. Просто «Усдоп, Сдоп» более такая судьба была, становление. Я уже был с ребятами с самого начала. И в 94-м году, когда у «Куйбул» была презентация уже второго альбома, то никому неизвестная группа играла на разогреве. Это происходило в Доме культуры завода «Малс». Сейчас там магазин «Фуршет». В том Доме культуры проходило очень много концертов. И вот в «Сдоп, Сдоп» тогда еще играли, у них «Ноу Нейм», то есть вообще группа без имени была. И в ноябре 94-го года мы решили записать первые четыре песни «Сдоп, Сдоп». И группа заходила в студию еще без названия. И уже когда были песни готовы, когда запись уже была закончена, я ребятам сказал, ну, ребята, давайте думайте, потому что иначе надо же как-то работать с этими песнями, и надо дать название группы. Я помню, там было много версий, мы обсуждали вместе туда-сюда. И в один день ребята приходят, мы им придумали. Определились. И уже в ноябре 94-го года было название «Сдоп, Сдоп». Начались первые концерты, и я взял это, да, поехал в Москву, в Бухарест, и начал работать уже с… Как корабль назовешь, так он и поплывет, но, в общем-то, название было удачным – корабль. Хорошо поплыл. Ну да. Давайте на секундочку отвлечемся на кулинарную составляющую. Виктор, что вы делали до этого, потому как я увидел, что как в шоколад отправились желтки, вы взбили белки, что происходит? Я сначала растопил шоколад со сливочным маслом, потом добавил желтки, потом немножко муки, муки чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть совсем, потому что сеночки должны быть тонкие, и сейчас добавляем взбитые белки сюда. Каким это все должно быть по консистенции? Полужидкое такое. Продолжим говорить о группе «Сдоп, Сдоп». Но я помню, что до первого альбома «Hardcore Moldovenesc» был альбом, который я, к сожалению, не помню, как называется, куда вошли песни «Птица». Это он и есть. Это он и есть, да. Это он и есть. Альбом был лизан в 97-м году. Мы записывали в 96-м. Сначала он был в русскоязычной версии. Всего лишь одна песня «Hardcore Moldovenesc» была тогда на государственном языке. Потом мы альбом сделали полностью уже на румынском языке. Но в Румынии мы вот так его и не издали. То есть в Румынии история началась уже со второго альбома, с «Дуби Батт и Стари». И сейчас мы готовим плейлист, в который выйдут 4 песни из первого альбома. Та же самая «Птица», «Весело живем». И еще парочку треков. Ну и также будет, наверное, что-нибудь из самого раннего. То есть из тех первых демозаписей, которые я с ними делал в 94-м году. Но, соответственно, тоже это все в другой аранжировочке, в немножко другой версии. Что-то в другой, что-то в оригинальной. Вот ребята сейчас на студии репетируют, вспоминают это все. Конечно, будем так говорить, есть дата рождения группы. Но активность, она приходит позже, безусловно. Потому что, в любом случае, пока группа сформируется, пока даст достаточное количество концертов, пока запишут там первый альбом, пока проходит время. Плюс к этому это время, когда необходимо как-то натоптать дорожку, да? Ну, типа того. Поэтому настоящая активность группы началась лишь только 5 лет спустя. Вот так вот. То есть, я так помню, что это был тот самый момент, когда сначала немного убавили тот самый дисторшн и так далее, да? По-разному происходило. То есть, и я понимаю, что когда говоришь, что там группа сформируется 20 лет, я так, что? Сколько? Уже так много. Потому что, в общем-то, ребята-то еще молодые. В среднем, там, музыкантам по 38 лет, около 40. Поэтому у них еще все впереди. Я думаю, будет группа жить лет 50, так или нет. Вы знаете, вот одну из ваших песен я сделал бы, наверное, параллельным гимном. Молдавейни Сеноскут. То есть, ну, действительно, мощная песня. Очень патриотичная. Да, песня сейчас, она очень востребована. И это, по-моему, последняя хит-группа. Вот, которая сейчас везде всегда исполняется и звучит. У нас, кстати, там уже больше миллиона просмотров в Ютьюбе. Да. Поэтому так. Ясно. А кроме того, что грядет юбилейный концерт группы «Сдопчездук», какие планы, может быть, я не знаю, новые альбомы, новые записи? Ну, это традиционная вещь. Поэтому здесь, что говорить. То есть, сейчас главное, это при такой активности, при загрузках большой. В августе группа была 13 концертов. И лето вообще было очень активно, много фестивалей. И это несмотря на кризис в Украине, потому что там практически ничего не происходит. Мы пытаемся планировать нашу работу, успевать записывать новые песни, успевать так же ездить в отпуск, как-то себя снова отдыхать. Поэтому это уже взрослая группа, у которой есть своя рутина. И важно сейчас, я никогда не думал, что, оказывается, рок-группа или музыкальный коллектив, в принципе, он, оказывается, живет под тем же самым законом, что и все вокруг. То есть, это плановое хозяйство, это заранее организованные гастроли, заранее организованный отдых, заранее организованное творчество. То есть, по сути дела, это рабочая машина. Вот. И менеджмент, и техническое оснащение точно такое же, как и в любом производстве. И инвестиции, и все остальное. Поэтому это взрослый коллектив, который нуждается во всем этом. И все это у нас есть, мы работаем, двигаемся дальше. Ну, теперь, как говорится, главное, чтобы не было войны. Вот, сто процентов. Кстати, вот мы поговорили о том, как работает и группа «Клубол», и группа «Зобщий звук». Как отдыхает? Как отдыхает? По-разному. Ну, в общем-то, все, в основном, уже семейные люди. И, безусловно, жены и семьи ждут артиста, артист много путешествует. И поэтому, безусловно, сейчас артист проводит отдых в поездках, в кругу семьи. Тоже хотят люди отдыхать, куда-то путешествуют, куда-то ездят. Вот для вас любимый отдых – это море, горы, дом, за границей? Он разный. Спокойный, активный. И в этом и красота. Безусловно, хочется более активного отдыха. Вот мы сейчас, слава богу, можем путешествовать без границ. И есть возможность поехать и в горы, и на море, и взять с собой велосипеды, и поплавать, и покататься. В общем-то, вариантов много. Лишь бы были идеи, желания, мотивация и немножко денег. Хорошо. Виктор, расскажите, что мы сейчас делаем? Сейчас мы перемещаем всю вот эту луковую массу обжаренную сюда. Бульон? Да. И даем ей провариться. Как долго она должна вариться? Ну, минут 30-40. То есть она с временем есть как раз-таки. Окей. Что мы делаем с шоколадным фонданом? Шоколадным фонданом. Мы берем ложку. И аккуратно. И наполняем дополнительно формочек. Почему? Потому что они у нас поднимутся. А, Виктор, вот сигнализирует, да, о том, что на орган управления вот положили сковородочку. Игорь, поможете нам по формочке? Давай только посерединочке вот эту вот... Игорь, вот так тогда шоколад в каждую формочку просто... В смысле? А он просто ломтик должен быть там один такой, как бы... Да, вот вот сюда. Наливаем жидкую смесь. Это типа вариант дизайна. Нет, не вариант дизайна. Дело в том, что... Особенность фондана в том, что внутри получается жидкий шоколад. Ага. То есть кекс с жидким шоколадом. И мы как, его ставим вертикально? Да. А он там уже... То есть сначала... Разливаем, да, шоколадную смесь до половины формы. Духовка у нас уже готова, ждет. И отправляем туда. Хорошо, дорогие друзья, пока мы разливаем шоколадный фондан, вы смотрите короткую рекламу, после чего мы вернемся снова к общению и к приготовлению, конечно же. Дорогие друзья, в эфире третья заключительная часть программы «Азбука вкуса». У нас в гостях по-прежнему Игорь Дынга, продюсер группы «Сдоп-щи-сдоп», лидер группы «Куйбул», прекрасный музыкант, ну а также Виктор Митин, который уже давно у нас не в статусе гостя, а в статусе постоянного резидента нашей программы. Виктор, давай тебе кулинарную составляющую, что у нас сейчас происходит? Что у нас сейчас происходит? На самом деле у нас уже готов шоколадный фондан и готов луковый суп. Но для лукового супа у нас готовы гренки. Мы должны разлить луковый суп, натереть сыр и поставить его на несколько минут в духовку. Ага, соответственно, необходимо сначала достать шоколадный фондан. Получился у нас тот самый замысел, чтобы по центру... Ну, собственно говоря, да, но чуть-чуть. Давайте я посмотрю, на самом деле посмотрим. Расскажите зрителям, как определять. Ну, сейчас по стеночкам. Дело в том, что он должен очень легко доставаться. И есть существенный момент. Он внутри должен быть жидким. То есть, ну, давайте попробуем, в конце концов, попытка, не пытка, как говорил товарищ Берия, да. Он готов у нас внутри. То есть, вот, посмотрите. Шоколад жидкий. Да. В принципе, как и должен быть. Да. Соответственно, вытаскиваем? Да. Окей. Да. Пробуется это блюдо горячим, холодным. Горячим, с кусочком мороженого, с ванильным соусом и с чем вообще угодно, с чем захотите. Ну, у нас как немножко так все наоборот вышло. Ну, то есть, сначала начнем с десерта. Да. Горячий, горячий очень. Так. Вытаскиваем сразу все и отправляем луковый суп. Да. А сколько примерно по времени луковый суп должен быть в духовочке? Главное, чтобы сыр запекся. Угу. А сыр необходимо было натереть, наверное, до этого, да? Да, да, да. Окей, сейчас смотрим. Игорь, я, насколько знаю, у вас двое детей. Да. Правда? Не обманула меня информация? Нет, все верно. Занимаются музыкой? Пошли по стопам родителей? Занимаются. Расскажите об этом. Ну, дело в том, что и мама детей закончила музыкальную школу. И вот по классу фортепиано. И у нее сохранилось за счет фортепиано, на котором она играла. И вот решили отдать детей в музыкальную школу по классу фортепиано. Ага. Вот. В дальнейшем планируют собирать какие-то свои коллективы? Или, может быть, к себе в кубу пригласите? Вполне возможно. Все возможно. В общем, занимаются. Даже на конкурсах выступают. В общем, пока что идет такое, больше учебно-образовательный процесс. Дальше уже в зависимости от того, насколько у них будет желание это продолжить. Будет это все происходить. Конечно, мама вообще смотрит и времени уходит на школу, на уроки. То есть это сейчас важнее, чем музыка. Кстати, вот о той же музыке, о которой можно вечно, по-моему, разговаривать. В одном из интервью вы сказали, что за последнее время что-то изменилось. Что вы имели в виду? Что-то изменилось? В той же музыке, в подходе к музыке, в подходе к менеджменту. Скорее всего, изменилась ситуация в устройстве. Скорее всего, если раньше, инициатором движения и вообще всего, и финансированием занимались рекордс-компании. То есть все было, так сказать, точка отсчета была от рекордс-компании. Любая группа, она мечтала заключить контракт с рекордс-компанией для того, чтобы записать альбом. То есть попасть под лейбл, да? Ну да, и вот так. Ага, намекает, как бы, Виктор, что можно бы пробовать десерт. Попробуем? Ну да, попробуем. Что-то, игорь, вообще шоколад горький, на самом деле. И мороженку сразу, да, Виктор? Да. По-моему, получилось вкусненько. Что скажете? Да, да, вкусно. Да? Перебил Виктор нашу беседшую тему рекордс-компании. Вот, то есть сейчас рекордс-компании, они исчезли, как таковой, потому что музыка перестала продаваться. Ну, как минимум, перестала продаваться в тех объемах, которые была, а как максимум вообще не продается. То есть, соответственно, музыканты сейчас зарабатывают на концертах? Только. Ну, звезды могут зарабатывать еще на рекламе, на каких-то других моментах. Вот. Но диски, их уже практически не существует. Может быть, там какой-то маленький процент для меломанов, но это в основном люди более старшего возраста, которые потребляют еще музыку, которые могут ее слушать. В Европе, допустим, эти традиции очень хорошо еще остались. Люди покупают и винилы, и компакт-диски, приходят домой после работы, включают в хорошую стереосистему, хороший звук красивый, наливают себе бокал вина, либо там пива, либо чай, и просто сидят и слушают музыку. То есть, я так понимаю, к формату МП3 вы относитесь с легкой ненавистью? Не то, что с легкой, нет. Совершенно нет. Приневрежения? Нет. Я просто говорю о том, что есть разные потребители музыки. Мир поменялся. Мир поменялся, но традиции еще живут, и у поколения, которым за 50, те еще, в общем-то, могут слушать и так далее, и тому подобное. Но, опять же таки, это надо любить, это надо ценить и тому подобное. То есть, в зависимости от того, кто как, где и что. Безусловно, для молодежи существует там своя социальная прослойка. Люди там слушают какие-то или смотрят клипы в Ютьюбе. И у каждого поколения есть свои герои, есть свои группы, есть свои коллективы и так далее. Сейчас, в основном, музыканты сами могут и записывать музыку в домашних условиях, и снимать видеоклипы на телефон или на какие-то другие более портативные, компактные устройства. Сами монтируют, сами все делают, сами выкладывают. В общем, все это изменилось. Ну, а самое главное, это, конечно, сейчас все зависит от того, кто где и в какой стране живет, и насколько там развита эта индустрия. И мы находимся, в общем-то, в такой зоне бывшего Советского Союза, где что-то начало складываться, потом оно и редуцировалось. Что-то начало происходить, подниматься, потом закрылись рынки. Допустим, я хоть и русскоязычный автор, но мне в России уже стало сложно работать, потому что там рынок закрылся, поменялись директора радиостанции, исчезли МТВ и другие видеоканалы, и все остальное, все, больше трогать не за что. По старым Советам уже не пройдешь. Сдоп шизу в свое время пробили себе, сделали именно дорогу. И они, в общем-то, плывут на том поезде, который был там запущен в то время. Сейчас таких поездов новых уже нет. То есть там нужно жить, там нужно работать, там нужно на том рынке действовать. Но опять же, в связи с последними событиями, я не знаю, чего ждать, потому что в данном случае рынки закрываются. Украина тоже сформировала свой рынок, там тоже свои артисты начали подниматься, и так далее и тому подобное. Но сейчас там идет война, и безусловно вообще непонятно, что будет. То есть на самом деле перспективы очень туманные, будем так говорить. И мы же в маленькой стране, в маленькой республике, где шоу-бизнесов вообще ничего никогда не было. Хотя были всегда талантливые музыканты, были хорошие группы и есть до сих пор. Но выживать им крайне сложно, потому что нет концертов, нет объема, нет тех концертных залов, нет тех клубов, да и тому подобное. Кто может, кто смог, у кого хватило терпения и таланта, те ездят в Румынию или кто-то еще дальше, в зависимости от того, какая история, какие амбиции. Вот, в общем-то, и все. А в той же Румынии дела идут очень хорошо. Это большая страна, много населения, есть 15 городов, крупных достаточно, где есть университеты, где есть студенты, где есть молодежь, где есть клубы, и там жизнь. Соответственно, свои праздники какие-то, на которые... Да, там жизнь бурлит, там все хорошо, и поэтому это, пожалуй, на сегодняшний день единственная возможность, где можно себя проявить. Потому что я так слышал, согласно статистике, если группа «Сдопщи-сдоп» дает 3-4 концерта в год в Молдове, то, соответственно, та же Румыния около 20-30, если я не ошибаюсь, да, если и того не больше, ну и так далее. Ну да, где-то так. Так, ну что ж, я смотрю, Виктор достает луковый суп. Пришло время попробовать и его. Так, запекся сырок у нас? Да, чуть-чуть потравился, нормально. Ну, как-то у нас все наоборот вышло. Сначала десерт, потом основное блюдо. Вот так оно и должно быть, как бы, то есть вот хлебушек должен быть прямо в супе, да? Да. Тогда расскажите, Виктор, как все это пробовать? Ну, как правило, французы берут эту гренку. То есть блюдо очень простое, как раз-таки, как в нашем Аммалеге, когда в деревне все по-простому, маленький столик, взгам, бурлуй с вином, маленькие стаканчики. Берется вот так, откусывается кусок хлеба и потом сам. Суп, собственно говоря. Ну, попробуем, как получилось. А здесь только лук или там есть пража, или еще что-нибудь? Нет, только лук. Только лук. То есть, соответственно, лук и говяжий бульон? Да. Значит, бульон все-таки имеет что-то. Да. Ну, лук разжарен на оливковом и сливочном масле. Мне очень нравится. То есть, ну, он насыщенный, концентрированный, в то же время он достаточно энергетичный, но если говорить о тех калориях, которые остаются у нас на теле, то их здесь нет как раз-таки. Он энергетически активный. То есть, это суп, который в динамике, не в статике. То есть, и для меня всегда было понятие супа, это миллион каких-то компонентов, а тут он достаточно простой, в принципе, по содержанию. Вот, и при этом очень вкусный. Игорь, вам огромное спасибо за то, что пришли сегодня к нам, пообщались с нами на всякие разные музыкальные темы, ну, и немного помогли готовить. И вам, Виктор, огромное спасибо за то, что показали нам такой прекрасный рецепт. Ну, а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся ровно на одну неделю до следующего воскресенья. Встретимся здесь же, на этой же кухне. Спонсор-показы телепередачи «Азбука вкуса» Торговая марка «Ханса». Торговая марка «Ханса» Торговая марка «Ханса» Субтитры создавал DimaTorzok